Доброго дня! Хочу подвести итоги вчерашнего дня. Вчера состоялся суд над гражданином России мэром Одессы Трухановым. И все мы видели, что были привезены тетушки с Одессы, которые забили зал суда, которые выкидывали оттуда громадских активистов, которые показывали, что у нас закон не один для всех, а добровольцы и все те, кто требуют нормальной жизни в нормальной стране. Для них закон один. Это СИЗО, это репрессии, это поливание дерьмом по телеканалам и в интернете. А министры, депутаты, прокуроры, мэры, сепаратисты, для них закон абсолютно другой. Пледик и выход на свободу, а потом долгое норовоучение для нас по телевизору. И так и получилось вчера. В итоге мэр Одессы Труханов был отпущен под особистое завязание, даже без залога, хотя НАБУ требовало для него 50 миллионов залога. Наши хлопцы с руху вызвания, в основном это бойцы, потому что Донбасс, Сбройные силы, потянули их в суду для того, чтобы сказать, что они против такого правосудия, что они против подобного беспредела, что они устали за 4 года видеть, что они один коррупционер, ни один человек, который сдавал Донбасс, сдавал Крым, насаждал сепаратизм в Харькове и Одессе не покарован. Не было никакой задачи с кем-то воевать, была задача убедить тетушек уйти, обратиться к полиции, чтобы, возможно, вместе защитить закон. Там же находились национальные дружины, в то момент. Видео, в общем, полное выложим, Пицунки. Информация, которая распространяется МВД по этому инциденту, она неправдива, как обычно. Вспомните Бережинку почти полгода назад, когда нацгвардейцы и полицейские избили ветеранов войны, которых вместе с селянами пытались отбить рейдеров, отбить рейдеров, которые работают под крышей МВД. Прокуратура возбудила тогда уголовные дела по превышению власти, но ни один человек не был привлечен к ответственности, потому что все были в балаклавах, все были без жетонов и с закрытыми номерами на шаломах. И вчера было то же самое. Практически у всех, кто участвовал в избиениях, отсутствовали номера на шаломах. У некоторых нарядов полиции, которые приезжали потом в лагерь, отсутствовали и жетоны, и номера на шаломах. Идентифицировать невозможно, все в балаклавах. Первое. Информация о том, что задерживали преступников, бойцов от Нонбасса, которые нарушали общественный порядок, нападали на полицию или пытались захотеть суд, это фейк. Люди приехали туда абсолютно с мирными намерениями, чтобы не было давления на суда от трухановских тетушек. Потому что в конце концов у нас появились люди, которые садятся в тюрьму за свои преступления. Второе. 37 человек в итоге так или иначе были задержаны. Из них 33 были вечером нами забраны из Швченковского РУВТ. И выяснилось, что эти люди, которых брутально избивали 200 человек против 30, навалились и ногами били, и газом пшилили. Это просто свидетели. Они официально проходят свидетели. А официальная история, откуда они взялись в РУВД, они пришли для того, чтобы добровольно дать пояснение. И сейчас эти люди с гематомами, с отрясениями, с переломанными ребрами находятся или в больницах, или проходят освидетельствами. Сразу отвечу на вопрос. А как так получилось, что побили там отовцев? Во-первых, полицейских спецназовцев было в 7 раз больше. Во-вторых, никто не шел туда драться с полицейскими. И никто не ожидал такого. В-третьих, ну простите, но воевать с оружием в руках против террористов, российских наемников, это одно. Внутри заниматься, как многие хотят, убийством в полиции, это совсем другое. Поэтому никто этим не собирался заниматься. И 4 человека, которые остались под стражей. Это Николай Чудовский, доброволец батальона в Донбасс. Это Александр Федорченко, народный герой Украины, с подавленным Брест. Это Лука Чхетия, грузинский доброволец. И это Бача, это командир штурмовой роты Айдара, значит, Владимир Хитрич. В понедельник будут у них суды о избрании меры посечения. И мы подробно сделаем все для того, чтобы эти суды были публичными. Чтобы вы увидели на самом деле, в чем их обвиняют. Сразу говорю, что информация о том, что кто-то стрелял в полицию. И поэтому были все эти задержания, такими брутальными, это ложь. И независимо от заслуг своих, те люди, которые спасают ложь, обычные лжицы. Есть видео всего этого инцидента, он общедоступен. Там четко видно, что на Александра Федорченко накинулись человек 20. Абсолютно незаконно. Как выяснилось потом, это все свидетели якобы были, на которых накинулись. Начали крутить, избивать на земле, завалили на пол. У него было официально зарегистрировано оружие, наградная сброя. Он выходил из Иловайска, не сдался в плен. А вместе с покойным ныне героем Украины Пазаной Усач и еще с парой хлопцами уничтожили российский танк. И БМП вышли достойно. И у него есть право на ношение этого оружия. Так вот его завалили, пытались это оружие забрать, хотя он его не применял. И когда он лежал уже на земле, произвел два выстрела в бордюр. Это тоже там это все видно. Информация о гранатах, которые якобы там нашли, боевых. Это фейк. Я не знаю, что там нашли. Я видел на фото одну гранату синего цвета, которая напоминает пентбольную гранату, заряженную горохом. Это точно не боевые гранаты. Зачем это распространяют? Для того, чтобы рассказывать, что трухановские тетушки это одно, а добровольцы пришли только нарушать порядок, кому-то угрожать. И не зря эта информация совпала с распространенной еще утром вчера информацией от Абройскина, заступника начальника нацполиции, бывшего начальника севастопольской полиции, который все сдал оттуда и ушел, когда захватывали Крым, бывшего начальника Донецкой полиции, о том, что добровольцы об этом на Донбасс вырезали семью Кума Януковича. Это уже не первое дело, которое фальсифицируется. Мы потом, когда на судах начинаем их разбирать, выясняем, что это полностью фальсифицировано, но проходит сразу по всем каналам. Это было по Торнадо, это было по Айдару, это было по сбройным силам. То же самое сейчас идет по Донбассу. Чтобы убить доверие к добровольцам, чтобы не было людей, которые защищают сейчас гражданские, защищают право. Следующее. 33 человека сейчас, у них никакой эпидозы не мат. 4 человека. Мы в понедельник будем эти суды освещать. Следующее. Национальные дружины отошли, то есть к ним никто не променял после этого силу, напали в основном только на Донбасс в конце. Вывод. У нас в стране власть ведет себя с народом только так, как этот народ ему себе позволяет. Воскресенье, 18 февраля. Мы с хлорцами, со здоровыми, с побитыми, с теми, кто приедет к ним на помощь, выходим в 12 часов в парк имени Тараса Шевченко, а потом идем на Майдан. Все те люди, которые помнят, почему, ради чего на самом деле погибала небесная сотня, придут в этот день не только, чтобы почтить их память, но и в том числе, чтобы все-таки все вместе добиться того, чтобы в нашей стране был закон, чтобы зло наказывалось, чтобы наши национальные интересы не сдавались, чтобы из нашей страны не эвакуировались миллионами люди. Все-таки мы жили в стране не для олигархов, не для кормушки сбогачения чиновников, а в той стране, которую можно передать нашим детям, детям обычных украинцев, чтобы у этой страны было будущее. Будем держать вас в курсе. Пожалуйста, берите свой разум, потому что сейчас по всем каналам идет просто брехня на эту тему. Идет то же самое, что в России в 2000 году, когда Путин за несколько лет с помощью терактов напугал сначала россиян, а потом с помощью телевизора зазомбировал очень большое их количество. Я верю, что украинцы очень сильно отличаются от россиян, я верю в наш разум, и я верю в то, что мы в воскресенье в 12 часов увидим в парке Шевченко, а потом на Майдане десятки тысяч свободных украинцев. Слава Украине!